МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СОЦИЯЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧНОГО РАЗВИТЦЯ И ПРАЕКТ БЮДЖЕТА РАГЁОНА НА НАСТУПНЫЙ ГОД. БУДА КАШАЛЁУСКАМУ ВОПЫТНАМУ ЛЯЗГАСУ СПОУННИЛАСЯ 80 ГАДОУ. СЁНЮ У ГОМЕЛЬЯ ОТБУДЦЯЦЯ АБЛАСНЫЙ ЭТАП КОНКУРСУ 100 ИДЕ ДЛЯ БЕЛАРУССИ. ТВОРЧУУ СУСТРЕЧУ ПРАВЁЛ НАШ КАЛЕГА ТЕЛЕ И РАДОЮ ВЯДУЧИЙ СЕРГЕЙ КРАСНОБАРОТ. И БОЛЬШ ПАДРАБЯЗНА АБГЭТАМИ НЕ ТОЛЬКЕ. НА ПОСЯДЖЕНИЮ ГОМЕЛЬСКАГА АБЛАВЫКОНКАМА ЗАТВЕРДЖЕНЫЙ ПРАЕКТ ПРАГНОЗА СОЦИЯЛЬНОЕ КАНАМИЧНОГО РАЗВИТЦЯ И ПРАЕКТ БЮДЖЕТА РЕГИЙОНА НА НАСТУПНЫЙ ГОД. ОСАБЛЕВЫЕ СПОДЕВАНИИ ЗВЯЗВАЮЦЯ С ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКАЯ МАЗЫРСКАГА НАФТОПРАПРАЦУЩИГА ЗАВОДА, ПОВЕЛЩЕНИМ ПОСТАВАК ПРАДУКЦЦИИ БМЗ И ДЕЙНОСТЮ МЯСОМОЛОЧНОЕ ГОЛИНЫ. ОЛЕК СЕНСИРОВ ПРАТЯГНЕ. О НАСТУПНОМ ГОДЕ КОЛЬКОСТЬ ОСНОВНЫХ ПОКАЗЩИКОВ, ЯКЕ ДОВОДЮЦЯ ДА ВОБЛАСИ, КРЫХУ ЗНИЗИТЦЯ. ОЛЕК ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ДЛЯ РЕЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ СПОТРЕБЮЩЕ МЕНШЕ НАМАГАНЮ. ПРИЧЁМ, ЯКЕ СЁЛИТА ГОЛОВНЫЙ ПОКАЗЩИК ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, ПО ЯКЕМ МОЖНО МЕРКОВАТЬ ОГОННЫЙ СИТУАЦИЕ В ЭКОНОМИЦЕ. ОЛЕК ЭТО ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 101,3 ПРОЦЕНТА. ПРОДУКТ, ПО РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, ПО ТОБУ ЧЕСЛИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА, ПОТОМУ ЧТО В НЕБОЛЬШИХ РАЙОНАХ НУЖНО ИНИЦИИРОВАТЬ СОЗДАНИЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕДЬ НЕБОЛЬШИХ ПРЕДПРИЯТЬЮ ЗА СЩЁТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. Это, конечно, безусловно, сокращение затрат для того, чтобы быть конкурентоспособными на внешних рынках и развивать экспорт. Мы страна экспортоориентированная, есть и остаёмся. Вот это основные направления, над которыми нам необходимо будет работать. Кончатковые вынки этого года будут подведены поздней, але уже зараз можно сказать, что большеть покажчика в Гомельской области выканная, причем многое сил это задержит от приватного сектора, який по некоторых позициях может быть прикладом и для державных предприемствов. Той же экспорт товаров тут на третий борщ летошника. Горщ становится нагомичнее. За экспортом послуг у вынеку скорочения поставок российской сыровины могут носить одного из основных экспортеров предприемства «Транснафтопродукт» недозагружены, як и Мазерского нафтоперепроцовчика завода. Поставки с нефтяным сырьем для МНПЗ. Безусловно, мы рассчитываем, что этот вопрос в самые ближайшие дни решится. Поэтому и область получит толчок, и мы сможем рассчитывать на более высокие результаты. Еще одна сфера, на которую в наступном году будет звернута больше пильная увага – мясо-молочные предприемства. На российские рынки у раннейших объемах мают намер вернуться перепроцовщики с Рогачевой и Калинковичем. Для того же, станучие рынки повинны принести проведенная модернизация годины. В этом году построено и введено ряд новых молочно-товарных ферм. Поэтому мы рассчитываем, и здесь они будут поступательно наращивать объемы и выходить не только на традиционный рынок России, но и на рынки дальней дуги Азии и Ближнего Востока. Поэтому и здесь тоже. Ну и на все остальные предприятия нашего промышленного комплекса. Мы считаем, что должно уже выйти из сложной ситуации и на траекторию роста белорусский металлургический завод. Ну и весь наш промышленный комплекс тоже должен двигаться вперед, закрепляя то, что смогли достичь в этом году. Олег Сентюров, Вадир Игапанько, телер, радует компания «Гомель». У «Гомель» у знагородзели спортсменов и тренеров в области, які досягнули значных выников на 31-летних олимпийских и 15-х пар олимпийских гульнях у Рео-де-Жанейро. На этих поборностях спортсмены Гомельской области отримали 4 узнагороды. Это лепший показчик сирода областей и города Минска. Сгодно с указом президента Беларуси, у лику инших представников краины, наши олимпийцы отримали державные узнагороды. Под час ушановывания у «Гомеля» спортсменам и их тренерам уручили гоноровые грамоты областного выканавчего комитета и областного совета депутатов, а так само премии облвыконкама и представительства Национального олимпийского комитета по Гомельской области. «Олимпиада – это единственный старт, можно сказать, к которому готовится спортсмен уже целенаправленно. И туда попасть мечтают каждая. И попасть в финал – это еще больше, а взять медаль, подняться на пьедесталь, чтобы поднимался флаг твоей страны. Это, конечно, очень здорово. Всегда хочется лучшего, но в связи с обстоятельствами, которые сложились в нашей команде, что мы были без тренера, без поддержки, можно так сказать, я считаю, что мы сделали по максимуму и очень рады. Будем готовиться к Токио, посмотрим». Будда Кашалевскому вопытному Лязгасу исполнилась 80 годов. Урочистости с этой нагоды пройшли в районном доме культуры. Лепшие супрацовники и ветераны предприемства отримали дипломы и нагрудные знаки. Дмитрий Котов протягнем. Анатолий Гайев працуев водителем у Лязгасе больше, как 30 годов. За бездакорное выконание своих обовязков неодноразово был отзначен узнагородами и дипломами. Мужчина признается, что николе не шкодовал о выборе профессии и месте працы. «Когда-то возил брату, 23 года провозил брату лесорубу, а потом пересел на лесовозе. Нормально работает». Задоволена обранной профессией молодый специалист Полина Сильченко. Выбор был вельми простым. Батька працуев в Лязгасе 20 годов, до того ж девчина с дятинства жадала унести свой уклад у захования родной природы. «Работаем очень много. Это включает и посадку лесных культур, и дополнение, и все отводы, главное пользование промежуточное». Будокошелевский Лязгас не только один из наистарейших на территории в области. А пошние годы предприемства характеризуются как одно из самых стабильных. За высокими экономичными показчиками у первой джаргу стоит высокий профессионализм коллектива. Лепшие супрацовники, а так само ветераны лесной галины отримали дипломы и подяки за пленную працу. Еще одним подарком стал новый администрационный будинок, куда работники переедут у студени. «Чтобы достойно они в этой новой конторе помогла им добиться хороших результатов. Они и сейчас хорошо добились хороших результатов, увеличились объемы производства, я хочу сказать. Они достойно поработали на буреломах, никаких проблем не было, выполнили все плановые задания. И полностью выполнена вся программа за 2016 год». Будокошалевские лесоводы пережили разные периоды становления своего предприемства. Было шмат непростых моментов, однако яны за все дизгодностью переодолевали складанности. И сегодня протягивают по господарску заховывать и помножать природное богатти своего краю для нашадков. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» с Будокошалева. Сегодня у Гомельской области почнут працавать елочные базары. Новогодние древы будут продавать на 120 стационарных пляцовках у Гомели, райцентрах и малых городах. А кроме того, будет организовано 285 выездных елочных кермашов в сельских населенных пунктах. Найбольшим попытам у покупников корыстаются елки и сосны вышиней от 1 до 2 метров. Яны будут каштовать каля 10 рублев. «Велогараж» – проекты по энергозбережении и IT-технологии. Свои уникальные распроцовки сёння в рамках областного этапу конкурсу «100 идей для Беларуси» проставить молодь региона. У 10 номинациях будет презентовано 30 проектов. Экспертная комиссия оценит новизну идей, экономичное обгрунтование и махчимость реализации у массовой вытворчасти. Пераможцы областного этапа отримают каштовные подарунки и путёку в финал, який отбудется у Минску. А кроме того, у рамках областного этапа конкурсу заплановано проведение открытого диалога на тему молодь и инноваций. Студенты, молодые навыковцы, предпринимательники и органы улады проанализуют шляхи развития молодежного предпринимательства и инноваций. Подробязности глядите у наступных выпусках. У городским поселку Октябрьске начало работу первое у районе антикафе. Его задача – створение умов для корыстного баулення часу и пропаганда здорового ладу життя. Среди первых навыков оказались и наши корреспонденты. Место для размещения антикафе в Октябрьском обрали Громадско-культурный центр. По-перше, он находится практически в центре города, а по-друге – побольше средняя школа. Такую назву установа отримала как антипод классичных кафе с наявностью спиртных напоев. Для практичной реализации идеи открытия антикафе у городским поселку провели субботник. Денежные средства, собранные с субботника, были направлены на приобретение оборудования в антикафе, чайков в общественно-культурном центре и ремонт учреждения. З напоев у антикафе только горбата и кава. Зато и есть бесплатный интернет. И махшимость у спокойной обстановки обмерковать сябрами убаченный фильм «Це выники спортивных спавборнствов». А про шатаго для наведвольников набыли музычные инструменты и разностаенные гульни на кшталт аэрохокея. До речи, платить у антикафе необходимо только за уваход, причем достатково символичную сумму. Остатнее по системе усё включено. Головная задача новой установы – пропаганда здорового ладужица. Есть такая молодежь, которая тянется к плохому, а мы будем помогать той молодежи, которая стремится, наоборот, к светлому, к творчеству. Планируем ради них проводить интересные конкурсы, мастер-классы, то есть помогать им творить добро. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель», городский поселок Октябрьский. На Гомельщине набирает темп марафон святочных ранечников. Сегодня у регионе отбудется шерых доброчинных новогодних мероприемствов. Гомельское областное отделение Белорусского фонда «Миру» проведет международную елку у Чачерску. Областная организация Белорусского товарыства «Червоного крыжа» запросит каля 200 детей на святочный ранечник у Гомельский державный театр «Лялек». Супрацовники управления внутренних справ Аблова Конкама завитают с подарунками до выхованцев гомельского детячого дома. У свою чергу гомельские мытники приедут повиншовать выхованцев Гомельского районного социально-педагогического центра. У рамках республиканской доброчинной акции «Наши дети» у Палацево-парковом ансамбле будет организованный урочистый ранечник под назвой «Сон у новогоднюю ночь». У целым организации и предприемств нашего региона проведением доброчинных мероприемствов имкнутся хапить, як мага больш дятей, бо Новый год повинен прийти до кожного. Супрацовник телерадио-компании «Гомель» теле- и радиовядучий аутар вершил и песнь. У Гомельской центральной городской библиотецы имя Герцина отбылась творчая сустреча с нашим коллегом Сергеем Краснобородом. Удельники мероприемства смогли доведаться про его профессийный и творчий шлях. Подробязности у наступным материале. Добро знакомы усім на Гомельщине теле и радиовядучий Сергей Краснобород особа яркая и неординарная. У его творчом арсенале незлечуная колька стековых передач, дипломы престижных конкурсов аутарской песни и персональные поэтичные сборники. Его проекты можно почуть на областном радио и убачить у эфиры телеканала «Беларусь-4 Гомель». С поэтичной творчостью Сергея Красноборода можно познайомиться и в интернете. Когда я начинал делать эти книги, исходило из того, что каждую книгу надо сделать так, чтобы ее нельзя было повторить. Она сама по себе произведение искусства. То есть одна книга, ее можно раскрыть, там пять глав, но раскрыть можно, пятую главу можно раскрыть только тогда, когда ты откроешь все предыдущие четыре главы. Они по-другому не открываются книга. Другая книга, там оформляли мои дети. То есть каждые всего 10 экземпляров книги я детям давал, они на каждой книге рисовали оригинальные рисунки. То есть это неповторяемые. Сейчас, слава богу, интернет позволяет их выпускать. То есть я сам верстаю эти книги, выкладываю в интернет, и там уже достаточно порядка двух-четырех тысяч скачиваний по трем книгам, которые есть. Творчий вечер Сергея Красноборода у Гомельской центральной городской библиотецы имя Ерцина отрымауся по особливому душевным. Тут собрались только самые близкие люди, верные сябры по творчим цеху и житим. И они выконывали музычные композиции на верши аутара и узгадывали наибольшие сторонки его литературной и журналистской деяности. Коли было проводное радио, такую его передачу, это его инициатива, это его проект, как старый альбом. Столько приходило на воду, особенно от людей, от слухачев, такого усталого, скажем, взрослого, и они не бы вертались в свою молодость, и он вельми удумливо подбирал и песни, писал сценарии. Не у Телли, а у Радиоэферы, не у поэзии Сергея Красноборода нельга пераблытаць ни с ким. Ягу мова живая и заусюду краная сердца. Не глядзячи на мнозство житёвых сюжетов, литературная спадшина аутара далёка от описания побыту. Основная линия ягу поэзии – философская. Реалии, что дённости – только заходный материал для глобальных разважаннёй об непорушных законах быття. Сергей Краснобород – человек, який не любить выставлять свои поспехи на показ. Творчая сострыча для яго стала свой особливым, нечаканным новогодним сюрпрызом. А тому у гэты, перед святочным час, у библиотеку юн вырышу так сама завитать не с пустыми руками. У якости подарунка обрав раритетное выдання. У Гомельскую газету «Русские каски», у распрацовцы якой больше, как 20 годов тому и сам примав активный удел. В 93-м году мы попытались здесь в Гомеле команда единомышленника выпустить хотя бы один экземпляр издания, где бы именно художники, литераторы, музыканты, в общем, такие творческие люди, именно Гомельские, находили воплощение для своего творчества. Было 900 всего экземпляров, где они все. У меня десяток остался, вот одну газету я хочу подарить. Там стихи Агафонова, Богданова, Тимура Калиновского, ну и мое там есть что-то. Вероника Ворошилина, Алеса Рудзянкова, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель». Выглядели ранешний информационный выпуск телерадиокампании «Гомель» у студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жыдаем вам доброго дня. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин